Доброе-доброе утро! Мы на бульваре. Мы взяли с собой сухой хлеб. Когда вороны видят, что... Вернее, он не сухой, он просто как бы не свежий для дома. Кто-то идёт с кульком, а они уже на чеку. Такой интересный человек. Когда было жарко. Ой, как жарко! Это ужасно, это аномально. Теперь сегодня холодно. Так холодно, руки мёрзнут. Ой, сегодня уже холодно. Да, товарищи, скоро декабрь. Это естественно. Утепляйтесь. Море серое, я принесла хлеб, все кушают. Это какое-то замечательное. Пожалуйста, Тая. Вижу, её нет. Звоню. Ох, я ещё лежу. Холодно. Я ей говорю, Тая, впереди зима. Конечно, будет холодать. Оденься потеплее. Выходи. Нет, я ещё сплю. Короче, вот так. Видите? Реакция человека на первое же суровое испытание. То есть впереди будет ещё холоднее. Надо просто утепляться. Это я, значит, у меня хлеб, который остатки от круглого чурека. А у него края всегда бывают такие вот подсушенные. Поэтому я иду к крану и немножко размочу. Потому что вороны догадываются где-то мочить. Но сейчас мочить как бы негде. Нигде ничего не поливается, воды нет. Конечно, они могут найти где, но, короче, надо им размочить хлеб. На бульваре много таких кранов. Вот. Открываем воду. И сейчас я прям в кулек налью воду. Прям в кулек. И хлеб размочится. Весь хлебушек я отдала. Голуби тоже собираются. Они уже чувствуют у кого что есть. А вороны очень интересно подают знак. Когда ворона видит, что вы уже готовы что-то выложить, что у вас кулечек в руках, она проносится прямо над головой. И прямо над головой у вас раздается такой шум таких вот работающих крыльев. Шум рассекаемого воздуха. Вот. Ну, короче, я весь хлеб уже выложила, все отдала, все намочила. И у меня чувство удовлетворения. Конечно, как я уже говорила, вороны питаются очень часто из мусорных баков. То есть это самые яростные разорители мусорных кульков, мусорных баков. Но это неправильный образ питания. Поэтому, если у вас есть дома сухой хлеб, какие-то остатки чего-то, крупы, конечно, вот, хорошо бы подкармливать птиц в зимнее время. Ну, что ж, пусть у этой птицы будут просто вороны. У нас на бульваре вороны, голуби, грачи тоже хлеб кушают, я думаю. Кошки под опекой Нелли. И там еще одна женщина, как-то ее звать, Тамара, что ли? Очень много народу, я видела, очень многие кормят кошек. Вот тот мужчина, помните, в моем видео, когда я шла от площади флага, он бросал хлеб чайкам. Сейчас я подошла к морю, но чаек нет. Вот, поэтому, короче, целый-целый рассказ про кормление птиц. Но это очень важно, вы с утра уже сделали какое-то доброе дело. Видите, вот они ждут. Мы наш хлеб, оставшийся, собирали в кулек и отдавали молочнику. Он приходит раз в четыре дня. Мы угощали как бы его корову. Ну, я теперь буду носить птицам. Все, руки у меня задубили. И кроссовочки на тонкой подошве. Как бы не заболеть. Я уже почти завидую тая, которая нежится в теплой постельке. Нет-нет-нет, мы не завидуем. Мы идем по бульвару. Все утепленные спортсмены тоже идут, бегут, едут. Утепленные дворники, работники бульвара убирают дорожки, убирают листья. Утро началось. Мне пришла в голову неожиданная мысль. А вот здесь чайки есть. Расскажу немножко про себя. Как-то я никак не напишу несколько строк в рубрику о канале. Кто я, что я? Итак, меня зовут Марина. Марина Горшкова. Вот. Мне 64 года. Я работаю в музыкальной школе, преподаю фортепиано. Я всю жизнь живу в Баку. Родители мои по происхождению москвичи. И попали в Баку. Папа в детстве, а мама в 20 лет. Вышли замуж за папой. Ну и вот у меня двое детей. Вадим и Лена. Мама пожилая. Володю вы уже знаете. Скоро он закончен домик на даче. Мы сможем любоваться этим домиком и даже наслаждаться теплом в долгие зимние вечера. Да, еще надо рассказать. Я, конечно, обязательно напишу в этот раздел о канале. Надо еще указать, о чем же мой канал. Вот. Сейчас я порепетирую. Значит, мой канал о том, что меня окружает и о том, что я вижу и что производит на меня впечатление. Это может быть любое событие, любой встреченный мною объект, любое явление. Поэтому никакой четкой программы в моих видео нет. Но есть одно как бы желание передать хорошие, добрые пожелания своим подписчикам, настроить на хорошее настроение, подбодрить, сказать что-то приятное, хорошие слова. Вот как сейчас я заканчиваю мое утреннее видео. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения и, самое главное, крепкого здоровья. Все, пока. До скорых встреч. Все, на мне вот такая шапочка из Японии. Она предназначена для шеи, а я ее на голову одела. Здорово, тепло и хорошо. Пока. Пока.